Я криминальный журналист. В моих архивах исключительные важности дела. Большинство под грифом секретно. О них вы не узнаете из газет или журнала, как и о тех людях, кто разоблачал злодеяния преступников. Сегодня одно из таких загадочных и чрезвычайно необычных дел. В ту ночь Мария Зоткина проснулась от странного звука. Кажется, в комнате кто-то есть. Степ, а Степ, пойди, проверь. Женщина пыталась растолкать мужа, но тот лишь проворчал. Спи давай, завтра рано вставать. Может быть, это просто дурной сон? Но почему так бешенно колотится сердце? Неожиданно в дальнем углу комнаты она услышала какой-то жуткий звук. Кто там? Испуганно прошептала женщина. Выходи, хуже будет. В следующее мгновение она увидела кошмарное существо. Эта мистическая история произошла больше сорока лет назад. Но до сих пор люди помнят те жуткие события. Как выйти на след убийцы, если тот, возможно, не человек? Сегодня обо всем этом расскажут мои новые герои. Сергей Киринский. Следователь прокуратуры. Тонкий знаток психологии преступника. Умеет подобрать к человеку нужный ключик. Александр Урюпин. Начальник отделения уголовного розыска. Отважен, умен, предусмотрителен. 69-й год. Апрель. Город Куйбышев. Улицы города огласили пожарные сирены. Горело многоэтажное общежитие в районе поселка Зубчининовка. Пожар удалось быстро потушить. Очаг возгорания находился в одной из комнат общежития. Туда и отправились эксперты, чтобы выяснить, в чем причина. Но когда они вошли в комнату, то увидели жуткое зрелище. Сергей Киринский одним из первых оказался на месте чудовищного преступления. Маленькая комната, три трупа, окровавленных трупов. Люди на постели, кровь везде. Убитыми оказалась семья Зоткиных. Мария, Степан и маленький сын Леня. Самое такое сборорочивающих всех это обстоятельство, что вместе с ними был убит шестилетний ребенок, который от рождения был инвалидом. Кто мог совершить такое зверство? Зоткиных убили с особой жестокостью. Читая материалы дела, волосы дыбом становятся. Не стоит и говорить. Чудовищное преступление не попало в газеты, на телевидение, радио. Там печатали, показывали и обсуждали совсем другие проблемы. Шел 69-й год. Американцы высадились на Луне. Китай затевает приграничную войну с СССР. На острове Даманском окончательно закончилась великая советско-китайская дроба. О пограничниках, которые дали провокаторам решительный отбор, знает вся страна, весь мир. На экраны выходит бриллиантовая рука. Отныне все знают, что такое цыгель-цыгель-ай-люлю. В Москве сдают самый большой отель в мире – гостиницу «Россия». Гордые строители вряд ли могут представить. Всего через 37 лет ее снесут. На этом фоне в Куйбышеве, сегодня город имеет прежнее название – Самара, разворачиваются трагические события. И никто еще не знает – зверские убийства – только начало. Вся милиция города, вспоминает Александр Юрюпин, работала в усиленном режиме. Ну, я вам скажу, вот у нас был кабинет, розыскные материалы еле помещались в один кабинет. Подобного в Куйбышеве не случалось давно. Итак, тройное убийство. Целая семья. Урюпин тщательно осматривает место преступления, опрашивает вахтера общежития и соседей. В тот роковой вечер двери были закрыты, как всегда, ровно в 22.00. Значит, убийца проник в комнату Зоткиных другим путем. Неужели через окно? Окно без решетки, спокойно открывавшаяся форточка. Ну, по тем временам это тоже было естественное состояние людей. Киринский недоумевал. Даже если убийца проник через окно, как ему удалось справиться сразу с двумя взрослыми людьми? Причем без всякого шума. Не совсем, сказал Александр Урюпин. Шум все-таки был. Сыщик опросил девушку, соседку сверху. Вот ее показания. Я выглянула в окно, еще подумала, мальчишки балуются. Но звук повторился. Это был какой-то рык или ворчание. Затем я услышала вздох. У меня мурашки пробежали по телу. Девушка пересилила страх и крикнула. Убирайтесь, а то сейчас милицию вызову. В ответ тишина. Ирина легла спать и проснулась только от сильного запаха гари. Сыщик и следователь осмотрели землю под окном. Но удивительно, никаких следов. Тем временем приходит новая информация. Оказывается, на следующий день Зоткины собирались в отпуск на юг. Были куплены билеты на поезд и даже уложены вещи. Однако в квартире не обнаружили никаких приготовлений к отъезду. Куда подевались чемоданы? Кто же убийца? Бывший муж? Дебошир, склонен к половым развратным действиям. Случайный знакомый? Или не человек, а зверь? Запах крови в старинном городе. Хищник. Неизвестное дело с берегов Волги. Убийство трех человек, один из которых ребенок, ЧП. Опытный сыщик Урюпин прочесывает район вокруг места преступления. Возможно, преступник забрал чемоданы Зоткиных с собой. Или взял все ценное, а чемоданы где-нибудь выбросил. Странное предположение, заметили у Урюпина коллеги. Человек с чемоданами наверняка привлечет внимание. Они сгорели, и дело с концом. Но сыщик чувствовал, нужно все тщательно осмотреть. Отпуск. Кто его не любит? Но самое главное, не купить дорогостоящую путевку, а верно, правильно уложить чемодан. В советское время это почти ритуал. Смотрите и запоминайте. Путевку вниз, сверху одежду. В нее я обычно заворачивал будильник, чтобы к завтраку не проспать. Парочка книг, детектив и фантастика. Будет что на пляже почитать. Ясное дело маска с трубочкой, ласты. Ну и кипятильник. Без него никуда. В мой чемодан жена еще добавляла продуктов. Консервы, конфеты, печенье. В дороге все пригодится. Похищенные чемоданы обнаружили в паре кварталов от дома Зоткина. Их буквально распотрошили. Повсюду валялись вещи и остатки продуктов. Убийца съел почти все гастрономические припасы. Странное дело. Размышляли мои герои. Что за звериные повадки? Может быть преступник не совсем нормален? Приходили к мнению о том, что могли совершить преступления и психически неполноценные. Урюпин выяснил, Мария Зоткина ранее уже была замужем. Ее бывшим супругом был некто Андрей Носов. И совпадение. Он состоял на учете в психдиспансере и не давал женщине покоя. Вот что рассказала сестра погибшей. Я слышала, как Носов кричал. Ты меня предала. Гореть тебе в аду вместе с новым хахалем и его отродьем. Знай, когда-нибудь я разрежу вас всех на куски, а затем съем твои бесстыжие глаза на ужин. Вот это да. Да это не просто угроза убийству. Носова нужно было срочно задержать. Александр Урюпин с коллегами отправился, как говорят бывалые оперативники, в адрес. Девиль-сыщику открыл небритый товарищ в семейных трусах и с всклокоченными волосами. Видно было, несколько дней не просыхает. Гражданин Носов спросил Урюпин. Нет, простодушно ответил тот, товарищ Носов на работе. А вы кто? Сыщик показал корочку и тут случилось непонятное. Незнакомец оттолкнул его и бросился вниз по лестнице. Глупо усмехнулся про себя Урюпин. Это и был Андрей Носов, бывший муж зверски убитой Марии Зоткиной. Дебошир, склонен к половым развратным действиям. Ну, поэтому мы и подумали. А тем более, когда начали проверять, алиби не сходится. Так может быть, в пьяном угаре психически неуравновешенный мужчина нанес визит бывшей жене. Влез ночью в окно и убил ее и новую семью, а затем поджег комнату, чтобы скрыть следы преступления. Узнав, в чем его подозревают, Носов расплакался. Да как же? Кто же родолон? Я ведь любил Машу, любил, понимаете? Убивал или нет? На этот вопрос могли ответить эксперты. И те, проведя анализы, подтвердили, группа крови таинственного убийцы и группа крови задержанного совпадали. Но Сергей Киринский был уверен, Носов не виноват. Групповая принадлежность это вещь размываемая. Надо еще дополнительные доказательства. И время показало. Чутье не подвело следователя. Пойдем в кино. Это сегодня фильмы можно и дома смотреть. А тогда кинотеатры любимое место досуга. Билетик на утро стоил всего 10 копеек. Но мальчишкой я никогда не платил. Вот еще. Контролера можно было обмануть. Я рассказывал слезливую историю. Дескать, потерял в зале пионерский галстук. Пустите. Через минуту вернусь. В доказательство показывал старый билет. Его всегда можно было найти в Орне рядом с кинотеатром. Пускали. В тот вечер Нина Погожина и Анна Лунина возвращались из кинотеатра. Девушки только что посмотрели бриллиантовую руку. Море восторга. Дорога шла через парк. Неожиданно вблизи раздался какой-то шорох. А затем нечеловеческий вопль. Они увидели на них бежит нечто. К счастью, выбегая из парка, девушки столкнулись с милиционером и взахлеб за траторией. Только что на них пыталось напасть страшное существо. Девушки клялись. На спине у незнакомца огромный горб. Милиционер пошел проверить, но никого не обнаружил. У страха глаза велики, решило. А наутро по городу разнеслась страшная новость. В одном из районов Куйбышева жестоко убита старушка и ее квартирантка. Смерть потерпевших наступила в результате перелома костей свода черепа. При тщательном осмотре на одежде одной из жертв обнаружены следы спермы. На подоконнике оперативники обнаружили след ноги. Без обуви, со странно торчащими в разные стороны пальцами. Преступник вел себя как дикий зверь. Незаметно проникал в запертое помещение, жестоко убивал, быстро скрывался. неужели это и в самом деле не человек. Кое-кто советовал Киринскому и Урюпину обратиться в зоопарк. Может быть, неуловимый убийца, сбежавшая горилла? Да, версия была экзотическая. В пору смеяться. Но моим героям было не до шуток. По городу ползли слухи. У нас пустили слух, какой-то человек чуть не огромного роста, огромной силы. Люди шепотом пересказывали леденящие душу истории. Якобы в Куйбышеве сбежал из секретной лаборатории генетический мутант. Получеловек полузверь. Питается мясом, раздирает своих жертв на куски. Следователи Киринского вызывают к начальству. Прокурор области сообщает, информация о происходящем в Куйбышеве ушла в Москву. Дело оказалось на контроле по тем временам у первой стареап Кума партии, а потом и в Центральном комитете. Где результаты? Вопрошает прокурор. Киринский молчит. Он знает оправдываться бесполезно. Надо искать. Ищите! Грозно чеканит прокурор. Тем временем слухи сеют в городе панику. Некоторые даже мужчины второй сменой не ходили на работу. Не за того, что они сами боялись, а просто боялись за своей семьи. Представляете, тот период, это ЧП огромное. Вернувшись от начальства, следователь немедленно звонит сыщику Александру Урюпину. Есть идея. Поднимайте то, что у вас уже есть в районе и попытайтесь собрать все в кучу. Что же у вас происходит? Не встречались ли какие-то события неодинарные, мимо которых мы прошли? Следователь и сыщик просматривают папки с делами. Вскоре выясняется, нечто подобное уже происходило. Зловещие следы. Куда они приведут? Такой тянущийся след, не прерывающийся. Ночные засады. Дождать два нажать сигнала фонарика. И велосипедист с топором. Стрельба в советском городе. Хищник. Непридуманный детектив с берегов Волги. Год назад в милицию обратились супруги Маковеевы. Ночью в их квартиру проник какой-то человек. И он был голый. Парень бросился за этим неизвестным голым человеком. Тот попытался вылезти форточку. На помощь мужу бросилась жена. Не уйдешь крикнула она и вцепилась в незваного гостя зубами. И вот в этот момент то ли отбесили, то ли что укусило его за ягодицу. Случай курьезный. Но это уже было кое-что. А вдруг убийца обращался к врачу. И в этот самый момент дело получает неожиданный поворот. Милицию города приходит мужчина и просит чтобы его немедленно упрятали за решетку. Это был некто Тимофеев. А он возьми да и заяви о том что совершил убийство Зоткиных. он показал где проник через окно. Задержанный охотно рассказывал и показывал. Водил по местам своих злодеяний. Все это время Александра Урюпина не покидала странное чувство. Мы напрасно теряем время признался он следователю Киринскому. Убийца не он. Он просидел под стражей около четырех месяцев. Стоял вопрос направлять ли дело в суд. Собрался консилиум. Сыщик полагал Тимофеев кого-то выгораживает. Но кого? И вдруг Тимофеев отказался от своих показаний и заявил что невиновен. И он что вы думаете сказал? А я умышленно это все сделал для того чтобы проверить как работает милиция и прокуратура. Выяснилось Тимофеев действительно себя оговорил. Глупая шутка едва не стоила ему многих лет лишения свободы. Арестованного освободили. А на следующий день произошло новое жестокое убийство. В прокуратуре в шоке неужели они отпустили подлинного убийцу? Тимофеева снова задержали и допросили но у того железное алиби мимо тем временем обстановка в городе накалилась до предела убийство принимают политическую окраску. В советское время я любил ходить на выборы конечно результат известен заранее кандидат всего один и он конечно же человек достойный зато в буфете продавали кое-какой дефицит шпроты сервелат кофе встречалась и красная икра а местами даже черная таким оригинальным способом завлекали электорат в самом деле партия довольна явка девяносто девять процентов и народ не в накладе с избирательного участка редко кто уходил налегке одна моя знакомая даже своеобразный бартер наладила у нее на выборах давали скажем печень трески а она хотела камчатских крабов прийдя домой тут же обзванивала друзей ну кто что принес и договаривалась об обмене мы ее в шутку называли ИНУ идеологически несознательная умница в Куйбышеве ЧП могли сорваться выборы агитаторы ходившие заранее по домам рапортовали люди прямо с порога заявляют на участке не пойдем сначала поймайте убийцу когда заходили в дома люди тоже были очень напуганы они боялись что работники милиции тоже могут оказаться преступниками Лариса Черемухина в то время инспектор РОВД вспоминает в Москве требовали решительных мер в Куйбышев из столицы прилетают очень важные гости заместитель министра внутренних дел СССР Викторов и первый заместитель генерального прокурора СССР Жоголев это был очень серьезный урок начальники вспоминает следователь затребовали материалы но к счастью не стали давить только предупредили результат необходим вчера в Москве ждут сообщения убийства раскрыты тем временем нападения на спящих граждан продолжались порой за одну ночь случалось несколько происшествий в разных частях города вот здесь как говорят информация не только для размышления а вообще насторожило нас что это случайно ведь убийство может совершать не один человек однако Александр Рюпин был уверен преступник действует в одиночку сыщик составил карту нападения убийцы и выдвинул версию у неизвестного должно быть какое-то транспортное средство ключом к разгадке послужили странные следы на месте новых преступлений такой тянущийся след непрерывающийся почему-то возникли дебаты что кто-то какой-то шланг тащил и прочее загадочный след который оставлял преступник не давал покоя Киринскому и Улюпинам сыщик скрупулезно сантиметр за сантиметром исследовал местность вокруг домов где были совершены преступления и обнаружил разгадку тайны у меня в школе была Украина велосипед по нынешним временам антиквариат велик скрипел и постоянно подскакивал на ухабах зато был надежен между прочим многие мальчишки тех лет сами могли собрать и разобрать велосипед о том чтобы сменить колесо смазать цепь подшипники и говорить нечего в комплекте с великом шла специальная сумочка с набором гаечных ключей на каждом из них стояло клеймо завода где собирали двухколесную машину именно это клеймо и помогло выйти на след преступника на месте последнего преступления Александр Улюпин обнаружил гаечный ключ на нем виднелись буквы ХЗВ Харьковский велосипедный завод находка ключа на месте недавнего убийства сама по себе ничего не значила но вскоре пришли результаты экспертизы обнаруженные следы оставлены протектором колеса велосипеда марки Украина произведенном на Харьковском велосипедном заводе совпадение в это никто из моих героев не верил Урёпин и Киринский чувствовали они на верном пути поэтому потихоньку вот стала выдвигаться версия что всё-таки преступник появляется и уезжает на велосипеде Ориентировки на вероятного убийцу поступили во все отделения милиции города Более того местные власти обратились к населению с просьбой докладывать обо всех подозрительных велосипедистах Как только появилось этот велосипед тоже информация пошла во все органы в соседние области но тем не менее мы уже здесь знали что это наш свой доморощен Короткие сроки по распоряжению партийного руководства Куйбышева были сформированы спецбригады Обратились в райком партии с просьбой освободить рабочих и нам использовать их для организации засад Практически от 500 до 700 засад было организовано еженочно К этому времени Урёпин и Килинский уже знали преступник дважды подряд в одном и том же районе не появляется предпочитает действовать хаотично чтобы запутать следы Мои герои были уверены следующее преступление наверняка произойдет в районе поселка Зубчининов Здесь убийцу не видели уже давно на оперативном совещании было принято решение организовать в поселке дополнительные засады сотрудникам выделили необходимую технику и договорились об условных сигналах В поселке Зубчининовка показался велосипедист В то время у дружинников находившихся в засаде как раз заканчивалась смена Казалось велосипедист совсем не испугался стражей порядка Не избавляя скорости он уверенно продолжал двигаться в сторону молодых людей На поясе у велосипедиста дружинники увидели топор Было очевидно встречаться с дружинниками в планы незнакомца не входило Он швырнул велосипед и бросился бежать Неизвестный свернул за угол дома Оглянулся Это был тупик Что делать? Недолго думая мужчина показал чудеса акробатики Вот представьте себе двухметровый забор там с колючей проволокой Он прыгает подтягивается опрокидывается туда Казалось незнакомцу удалось оторваться от дружинник Но через минуту он понял что совершил роковую ошибку Территория за оградой принадлежала Куйбышевскому заводу прогресс режимному предприятию Моментально сработала сигнализация По тревоге на задержании нарушителя выбежала вооруженная охранник Отчаянно юная девушка с револьвером Стой говорю стрелять Однако неизвестный не собирался так просто сдаваться Он буквально прорычал Я умоюсь твоей кровью и бросился на хрупкую девушку Но подонок просчитался Она раз-два предупредительный вверх стоя никаких На помощь уже спешили коллеги Задержанным оказался Борис Серебряков Рабочий кабельного завода Следователь Киринский сразу взял быка за рога Сказал так Ты признавайся мы тебе жить сократим Потому что и так тут наложил сколько хочешь Реакции было никакой Долго в молчанку будем играть спросил Киринский В ответ Серебряков только усмехнулся Я ни в чем не виноват Пошли вы Подонок не знал В его доме полным ходом идет обыск Оперативники нашли множество женских украшений Их появление подозреваемый объяснить не мог Зато могли родственники погибших Они опознали золото своих родных и близких Зачем он врывался в дома Ноги сильные руки сильные как угорел И убивал всех подряд Женщины пенсионеры и даже дети Меня ударил один раз ножом по голове Какой приговор услышит ненасытное животное Хищник Драматическая история с берегов Волги Вся правда о кровавом велосипедисте Борис Серебряков считал В жизни ему не везло с женщинами Попадались какие-то распутницы Только и мечтали как бы изменить А если не изменяли то все время унижали Он говорил что у него была женщина с которой он там что-то пытался и там значит она не получилось она в грубой в унизительной такой форме его там оскорбляла Впрочем сам Серебряков вовсе не был паинькой Девушкам постоянно устраивал дикие сцены ревности Нередко бил Однажды очередную подругу и схлестал ремнем а затем попытался задушить Сам не знал что на него нашло Мы его привезли в разделе догола Вот такого телосложения я лично не видел Накаченные ноги сильные руки сильные как у гориллы В ужасе девушки одна за другой сбегали от жестокого садиста Серебряков поначалу переживал пил горькую и размышлял Ненавижу женщин У них только одно на уме прыгнуть поскорее в койку и совершенно не важно с кем Жаль что всего этого я раньше не видел Серебрякова осенила Зачем себя изводить Надо этих блудливых насмешниц жестоко покарать В учетах нигде не стоял ни в психбольнице ни в наркологическом диспансере Вычислить убийцу было непросто А это Екатерина Харитонова первая жертва кровавого маньяка Мне чудом удалось ее найти Ведь прошло столько лет Такая сволочь Вспоминать даже страшно В тот день Харитонова пришла на работу в трамвайное депо Кончилась смена она прилегла немного отдохнуть И вдруг Через несколько время в мою комнату дверь открывается Он входит голый Сначала Екатерина думала сон Но затем поняла все это наяву Сейчас ее будут убивать Я как вскочил сразу закричала Я кричала Саша мужа у меня было звать так Так я сильно кричала Он меня ударил один раз ножом по голове а второй в руку Крики раненой девушки испугали Серебрякова Он убежал и ждал Скоро к нему наглянет милиция Однако этого не произошло Безнаказанность опьяняла Второе нападение случилось тоже спонтанно Проходя мимо общежития маньяк увидел в окне женщину Подождал когда-то ляжет спать и прихватив с улицы кирпич влез в помещение Неожиданно оказалось в комнате находится еще и муж Более того рядом с женщиной спал ребенок Серебряков не пожалел никого Уходя попытался замести следы и устроил пожар Областной суд приговорил Бориса Серебрякова к смертной казни Говорят когда оглашали решение маньяк улыбнулся и прорычал Я выйду на свободу Очень скоро по Куйбышеву поползли тревожные слухи Убийца насильник и садист пытался сбежать Но он выломал металлический пруд из кровати и напал на обслуживающий персонал который контролировал его действия в камере К счастью охрана сработала четко Серебрякова водворили на место и через два дня расстреляли Чтобы пресечь всякие домыслы решили об исполнении приговора написать в газете В истории кровавого велосипедиста была поставлена точка А мои герои получили благодарности от высокого начальства Но увы преступный мир не дремал Впереди были новые расследования Впрочем об этом в другой раз КОНЕЦ